За вождение без лицензии ждут крупные штрафы. С 1 марта вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок. Об этом говорится в федеральном законе от 30 октября 2018 года. Без лицензии смогут ездить только автобусы, которые занимаются перевозками для госструктур или не выезжают на дороги общего пользования. В остальных случаях, если лицензия не будет оформлена, перевозчика ждут штрафы. Физические лица заплатят 50 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели – 100 тысяч рублей, а юридические лица – 400 тысяч рублей. В случае повторного нарушения последует уже конфискация транспортного средства или приостановка деятельности на три месяца. С начала марта дачников обяжут сообщать о стройке на своих участках. Владелец садового земельного участка или участка под индивидуальное жилищное строительство, который начинает возводить дом или не закончил строительство, для оформления своей постройки должен подать уведомление о начале работ в местную администрацию. Подача такого документа позволит впоследствии направить уведомление о завершении строительства и спокойно внести сведения о доме в единый государственный реестр недвижимости. Но пока действует переходный период, и человек вправе не уведомлять о начале строительства. Однако в этом случае он должен успеть закончить стройку и внести сведения в ЕГРН о своем объекте до 1 марта 2019 года. За сигаретами устроят слежку. С 1 марта текущего года вводится обязательная маркировка табачных изделий. Как уже писала российская газета, дополнительные средства идентификации позволят отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения. Дозвониться до аварийно-диспетчерских служб станет легче. С 1 марта обязанностей у аварийно-диспетчерских служб станет больше, что должно привести к улучшению качества их услуг. Например, по новым правилам диспетчер должен будет ответить на телефонный звонок в течение пяти минут. А если уложиться в этот срок не получилось, должен в ближайшие 10 минут сам перезвонить жильцу или оставить сообщение. Все аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее, чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены в срок не более трех суток с датой повреждения. На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится два часа с момента регистрации заявки. На устранение засора мусоропровода тоже два часа.